Итак, теперь мы предоставляем слово Марии Работновой. Это тренер компании CBSD, и я с особым удовольствием представляю этого конкретного человека и эту тему. О чем она будет рассказывать? Дело в том, что Мария этим летом совершила удивительное путешествие. Она прошла по дороге, которая называется Путь Иакова. И лучше всего расскажет обо всем, конечно же, Маша, но позвольте поделиться мне своим собственным ощущением, наблюдением, впечатлением. Дело в том, что моя особая благодарность Маше за то, что она во время своего пути публиковала небольшие блоги, небольшие свои впечатления, много очень фотографий в Фейсбуке. И так получилось, что как будто мы шли вместе с ней, мы следили за ее путешествием, переживали, сочувствовали ей. Там были и какие-то сложности, и хорошие, радостные события, мы тоже радовались вместе с ней. И так получилось, что часть этого путешествия, она тоже в моем сердце. Поэтому я, с одной стороны, вот отдельно хочу сказать, что ужасно переживаю, что не могу быть сейчас с вами в зале и слушать эту, я уверена, интереснейшую историю. Я вам искренне завидую, коллеги. Итак, Мария Работнова. Добрый вечер, коллеги. Я очень рада вас видеть. И на самом деле, поскольку у нас лаборатория Драйфи, я, наверное, сразу скажу, что меня Драйфи, что вы сюда пришли, и что меня Драйфи, что у меня есть возможность рассказать о том, что о чем-то хочется рассказать. Может быть, это не имеет такого прямого отношения к управлению бизнес-процессами внутри организации, но, на мой взгляд, это может иметь отношение к управлению собой, бизнес-процессами себя, как уходно можно назвать. И, собственно, история про то, как я поехала в Испанию. Скажите, кто был в Испании? Умите руки, пожалуйста. О, фикс, это очень рада. Кто не был в Испании? Ага. Да, все такое область для того, чтобы изучать ее дальше. Вот я тоже никогда не была в Испании, и этим летом я поехала тогда первый раз. Поехала совершенно случайно, потому что так получилось, я тоже расскажу, почему так получилось, но цель, моя цель, это было походить по так называемому пути Сантьяго. Кто слышал про это? А кто ходил по нее? Нет, да, потому что, может быть, кто-то и ходил. Ну вот, если открыть гугл, то там написано, что путь Сантьяго или путь Святого Иакова, это такая знаменитая паломническая тропа, она идет через Испанию, не только через Испанию, она идет еще и через Францию, вообще через Португалию, через много разных таких стран. И доходит она до такого города, который называется Сантьяго-де-Компостело. Кто был там? Я. Вот, вот, да, здорово. Потому что не все те, кто уходит по тропе, точнее, не только те, кто уходит по тропе, оказывается, в этом городе, он очень известен тем, что там находятся мощи световой и аквы, да, будет экспорция, то есть люди приезжают туда профессионально. Вот, и этот путь, на самом деле, классная тропа, по которой можно идти, получать удовольствие, там очень красиво, есть возможность, но почувствовать вот страну не из окна машины, а просто когда ты идешь, встречаешься с людьми, знакомишься с людьми. И случайным образом мне это захотелось. Вот. Вы видите, что здесь есть такой логотип тропы святого и аквы, это ракушка. Когда вы приходили к моему больнице, наверное, увидели стрелочки. Ну, вот, собственно говоря, это ракушка. Есть такая легенда, что святой аквы и все паломники, которые дальше за ним шли по этой тропе, у них была такая ракушка, потому что из нее они ели, из нее они пили воду. И вот это была очень функциональная вещь, которая не пультовалась. Ну, а на самом деле, вы такие знаете, они как раз отмечают тропу, в которой ходят люди. Если посмотреть на карту, ну, так она, не знаю, видно или нет, вот это, мне кажется, Франция, вот это Испания, а вот это Португалия. И вот эти все, ну, как в метро, как в карте метро маршруты, все те маршруты, которые на самом деле говорят о том, что путь Атла и Атла, он такой огромнейший. Можно начинать в разных местах, можно идти разное количество километров, можно там выбирать разные сложности пути. Поэтому на самом деле выбор огромный. И выбор это первое, из чего начинают люди, которые отправляются на этот путь. И самый, наверное, такой известный, может быть, самый длинный путь, это то, что нарисовано зеркальной линией, так называемый Камена Франце. То есть тот путь, который начинается во Франции, и он идет в Испанию. И город, где, как правило, люди стартуют, он называется Сан-Джон. И от Сан-Джона до города Сантьяго-Ди-Компостел, ни много ни мало, 800 километров. И довольно много людей, они проходят пешком, эти 800 километров, это занимает примерно от трех недель до месяца. И я встречала людей, которые подстатковали там и заканчивали в Сантьяго-Ди-Компостел. У них образуются очень теплые дружеские отношения, там это называется Амино Фамилия, то есть люди очень дружат друг с другом, это называют там братьями и сестрами, другой друг всячески поддерживает в пути и дальше дружат друг с другом. Я начинала чуть-чуть позже вот этого города Сан-Джона, у меня было примерно две недели, и я решила, что 10 дней или 10 дней в пути мне вполне хватит. Я не занимаюсь спортом, честно вам скажу, я не хожу в спортсал, я буду об этом думать. Поэтому, когда я туда собралась, то меня, честно говоря, пугала эта такая перспектива, что нужно идти каждый день и, в общем, дойти до этого Сантьяго-Ди-Компостела, который находится примерно в 300 километрах от того места, где я начну. И я решила, что вот такого маленького маршрута мне для начала хватит. Ну, вот, собственно говоря, я туда отправилась. Я поехала одна, и у меня не было, ну, как, знакомых, друзей. Я поехала одна, и все организовывала, все само путешествие и сама. Собственно говоря, да, зачем мне все это было нужно? Да, вот зачем мне это было нужно? Так, может быть, кратко о себе. Я тренер, работаю в компании Сибизи 10 лет. Я провожу тренинги, в основном направленные на руководителей. Я коуч, учусь этому, и получила недавно международную сертификацию. Я мама четырех взрослых детей и бабушка одного маленького внука. И в моей жизни наступил некоторый такой момент, когда я могу путешествовать одна. Мне путешествовать там с детьми, обучить все эти процессы. Поэтому этот шанс появился. Он появился, правда, некоторое время назад. Но реализовала я его, вот, наверное, около 1 году. Поэтому откровенно сказать, что зачем мне это нужно, я, честно скажу, не знаю. Я точно знала, что мне это надо. Я точно знала, что я этого хочу. И кроме того, у меня было время. У нас в компании есть такая система, что если ты себе забьешь отпуск заранее, примерно за 8 месяцев до его наступления, тебе его дадут. Мой отпуск в Монотон заставил полтора месяца или нет. Поэтому нет ничего невозможного. Если что-то хочется, то, в принципе, это можно реализовать. В общем, отпуск у меня был. Но пока не было плана, куда поеду. Перед отпуском я... Да, есть такая книжка, которая называется «Будь Сантьякой». И написала ее одна моя очень хорошая знакомая, с которой я в прошлом году была на Алтае. Ее зовут Римма Ефимкина, она психолог. И это даже не совсем противодители, это такой психоводитель. С разными размышлениями о смыслах жизни, о каких-то таких моментах, которые могут быть интересными. Я ее читала давно, но вдруг перед, где-то в июне, перед моим отъездом, примерно за 2 недели, мне моя коллега, она говорит, слушай, я прочитала эту книжку, такая классная, и я думаю, теперь я ее еще раз пролистаю. Я пролистала книжку, ну и на самом деле, после этого я купила билет в Мадрид. Вот. И когда билет куплен, то отступать уже некуда. Вот есть билет, есть в Мадрид, есть обратно. Поэтому, знаете, начинается такая полоса, как придумать вообще это путешествие и узнать, что там происходит. Откровенно говоря, немножко страшновато, потому что не очень понятно. Я вот на тренинге иногда рассказываю участникам, что есть такая у всех у нас зона комфорта, которая на самом деле классная и удобная. И зона комфорта – это такая вещь, с которой неохота уходить, потому что она очень удобная и комфортная. И потом я рисую такой большой круг пошире, говорю, а вот это вот зона дискомфорта. И как-то на тренинге у меня один участник, вот слушай, вот достали уже, мало того, что на работе говоришь, что уходить из зоны комфорта, еще и на тренинге думаешь, насколько можно уходить из зоны дискомфорта, и ставьте в покое. Ну вот, отправляясь в это самое путешествие, я оказалась вот здесь. Ну такая зона дискомфорта, очень много неизвестного, много водных, но страшно интересно. И какое-то было внутреннее чувство уверенности, что на самом деле все получится. Кроме того, как оказалось, благодаря Денису, я очень благодарна ему, он меня познакомил с сообществом, которое есть в фейсбуке, оно называется «Будь Сантьябл Камина», там, если посмотрите, почти четыре с половиной тысячи участников. Это люди, которые, кто-то из них уже ходил по этой тропе, кто-то из них забирается ходить, кто-то уже в процессе и идет. И там идет такое бурное обсуждение вообще, что, как, где там, какие-то лайфхаки разные. Ну и вот если вы тут видите, что одна девушка, Татьяна Сорокина, пишет, «Ну все, я пошла». И дальше ей там сыпятся такие поддерживающие комментарии, «Будь Камина», «Счастливого пути», «Держись» и так далее. Если что, то вот эту такую поддержку со стороны сообщества можно получить. Поэтому в этом сообществе я долго посидела, выписала себе там разные вещи, которые мне помогли организовать этот бюджет. Ну и, собственно говоря, вот получилась такая вещь, что я купила себе соломенную шляпу. Я решила, что соломенная шляпа с цветком, она должна быть не по-любому. Хотя многие те, кто рекомендуют, как отправиться в путешествие, они говорят, что нужна там какая-то шляпа, чтобы ты открывала уши, какая-то спортивная штука, но она некрасивая. Мне хотелось, чтобы было красиво. Поэтому я купила себе шляпу. Вы видите, что я одела себе на бузы, потому что я такая некоторая фанатка бузы. Отправилась в путешествие в Сантьяго без буз. Ну, как-то не очень интересно. Поэтому бузы были. И дальше было очень много сомнений. Как ехать, что брать, как найти, что найти, где найти, или вообще чего делать дальше. То есть вопросов очень много. Откровенно говоря, у меня была страховка. Страховка заключалась в том, что я купила себе телефонную карту испанскую, поэтому у меня всегда был интернет. У меня была кредитная карта, и у меня была страховка медицинская. В общем-то, больше для путешествия, в принципе, ничего не нужно, кроме хорошего опыта. Ну и, собственно говоря, вот я доехала до такого небольшого городка. Он называется городок Асторго. Он известен тем, что там есть собор. Какой-то собор? Нет, это не просто какой-то собор. Это тот собор, который есть в испанском городе Сокрадо-Хамильян. Кто его архитектор? В Гауди, да. Ну, он совершенно верно. В этом городе тоже есть собор, который сделал Гауди, и я его не видела. Потому что я о нем прочитала, но я была так, как правильно, не говорю, перепугана, потому что я приехала тогда на автобусе, и нужно было что-то такое делать, поэтому я очень быстро решила делать свои дела, а дальше я как-то так же не дошла до собора Гауди. В этом городе есть совершенно классный собор. Это не Гауди, а просто городской собор, он очень красивый. Вообще все соборы Испании, мне кажется, очень красивые. И в этом соборе я получила так называемый паспорт пилигрима. Для того, чтобы путешествовать по тропе Сан-Диаго очень полезно иметь такую бумагу. Это не просто человек, который там идет, видит официальный паломник. Это дает некоторый лайфхайп. Ну, например, это дает лайфхак того, что можно остановиться в гостинице не за 35 евро, а за 5. Или вообще бесплатно. Да, и это такая некоторая фишка, которая очень помогает экономному путешествию, например. Ну, и кроме того, в этом паспорте, в паспорте пилигрима, ты записываешь тебя, вот здесь написано Мария, откуда я начала идти. И дальше есть еще такая штука, что в этот паспорт необходимо ставить печати. Вот эти печати, они ставятся в разных местах. Можно в магазине поставить, можно поставить в хостеле, можно в церкви поставить. Мне очень нравится эта игнорная церковь, ставить печати. И если у тебя есть две печати за день, то потом, когда ты приходишь в Тантьяк, где ты пастелы, тебе официально дают такую грамоту, что ты вот истинный пилигрим. Просто у тебя паспорт, ты истинный пилигрим. Поэтому я получила такой паспорт, ну и, собственно говоря, вот моя рюкза в палке, с которой мне, как оказалось, вообще очень комфортно путешествовать. И этот рюкзав весил ни много, ни мало, примерно 7 килограмм. Это правильно говоря, это очень много оказалось. И я отправилась из этого города. Я вышла из города, иду по улице, навстречу мне и тут две женщины. И вдруг они мне говорят, «Бой, наконец, или нет сеньора?» И когда я услышала, вот честно, я чуть не раскладывалась. Я подумала, «Как это классно, что ты идешь, тебя никто не знает, вдруг тебе желают счастливого пути». Они просто улыбаются. И это безумно поддерживает в том, что ты идешь, потому что на самом деле я когда-то в своей жизни не ходила с рюкзаком, но тяжеловато, честно. Особенно, поскольку было очень жарко, наверное, градусы-то 35-5 примерно. В итоге, собственно говоря, я шла так, 11 дней, я прошла 270 километров, было очень тяжело, особенно в начале. Было очень жарко, особенно в начале. «А какой этот месяц?» Это с 11 июля по 21-го. То есть это июль, в принципе, такая самая жара. Да. Но было очень кайфово, по разным причинам, в основном, наверное, из-за людей, из-за людей, из-за природы. Вот это то, что меня в этом путешествии драйвило. Меня это драйвило до сих пор, потому что шлейф этого путешествия, он как-то живет во мне. И это было действительно очень кайфово. Открываются какие-то нереальные возможности. Возможности с точки зрения физического состояния, вот это то, о чем говорила Кристина. Там в какой-то момент ты чувствуешь, что ты вот идешь, и ты можешь идти еще очень долго. В какой-то момент ты чувствуешь, что на самом деле есть столько, сколько я ем в Москве, вообще не хочется. То есть если утром я не могу вообще выйти на работу без завтрака, это моя такая особенность, то там совершенно спокойно чашку кофе, и дальше идешь вперед. То, что у нас встречаются, совершенно интереснейшие люди. И с ними очень здорово, потому что география этих людей, она огромная, начиная где-то от Японии и заканчивая Канадой и Северной Америкой. То есть не только люди из Испании, из Европы туда приезжают, и приезжают огромное количество скалейцев, в том числе для того, чтобы уходить по этой тропе. Вот. И я, наверное, так очень кратко рассказываю, и простите, если я это буду делать не очень структурно, потому что мне очень сложно совсем уж вложить все в структуру. Но мое путешествие, оно сопровождалось некими мне знаками. И вообще, очень многие люди, которые путешествуют по тропе Сантьяка, они говорят, что знаков очень много. Важно его видеть. Причем какие-то знаки я видела, а те же люди, которые жили по этой тропе, они их не видели. Ну вот первый знак, который мне попался, я шла по дороге, а там лежит булыжник, на котором написано Never Walk the Lock. Тут я подумала, что за вообще странная история. Я вот иду одна, а тут, значит, лежит булыжник, который мне говорит, слушай, не ходи одна. Я села. Я, кроме того, что я не очень занимаюсь спортом, я еще курю, поэтому я взяла несколько лет и, в общем, сел курить. Думаю, дай ты смотрю, что вокруг. Нашла еще несколько таких булыжников, на которых были написаны еще разные слова, из них я сложила некоторые предложения. Мне показалось аналогичным на тот момент. Предложение такое With hope in your heart and you never walk alone. И это дело, оно как-то немножко меняет ситуацию. То есть, если у тебя есть надежда в сердце, то на самом деле ты никогда не будешь одинок в пути. Ну, с этим я примирилась и пошла дальше. И, собственно, дорога, она идет по желтым стрелкам. Как только ты видишь желтые стрелки, важно идти в ту сторону, в которую они показывают. И, правда, заблудиться очень сложно, хотя местами со мной такое бывало. Иногда я шла по ложному пути, но это тоже была часть моего опыта, наверное. Ну, вот по этим желтым стрелкам, собственно говоря, я и шла. А что писала вы из Гуки? Я очень благодарна моим читателям, потому что все, кто читали, они, как раз, меня очень поддерживали, а во-вторых, составляли писать эти записки. Ирина, я писала их и вечером, и иногда утром. Но это был какой-то такой, знаете, очень важный для меня момент. Во-первых, писала я по-русски, а там, естественно, говорила по-английски. И это была душина, которая давала энергию, которая давала драйв, которая вообще помогала чувствовать, что я там не одна. Ну, и в том числе в одном из постов я написала о том, что вот я поехала на этот путь, взяла с собой платье, я правда взяла с собой платье, потому что я подумала, ну, как я пройду путь, ты говоришь, что я там, Сантьяло, платье же нужно одеть, как же так. Взяла с собой платье, взяла с собой пусы, и не одни. И Римма Ефимкина, которая вот автор этой книжки, она прокомментировала мне этот пост, она не зала. Да, и меня еще там поддержала девочка, которая передо мной ходила в камино, которая сказала, платье это круто, это вообще очень здорово, это нужно и полезно. И Римма Ефимкина вот автор этой книжки напишет, девушки, это по-ло-мни-че-с-ло. То есть, никаких типа аксессуаров, ничего это не нужно, нужно вот испытывать себя. Наверное, это был первый случай, когда я подумала, ну, хорошо, как-то Римма, у тебя свое полотночество, у меня свое. Да, вот это такой выбор, потому что изначально, когда я ехала туда, то у меня была некая установка, нужно много ходить, нужно дойти до этого сантьявка, нужно пересилить себя. А тут вот вдруг появилась такая мысль, а может вообще это не совсем мое, мое что-то другое, мое там, это пусы и платья. Но это был такой интересный момент. Во пути Сантьявка все, как правило, ночуют в таких альберги. Альберги – это костелы. Кто-нибудь ночевал в костелах? Ага, да, я вижу. Да, да. Да, костелы, как правило, это такие, ну, часто очень аккуратные заведения, но в которых стоят двух и должны кровать, в которых все следят. И первые альберги, в которые я зашла, вот он был такой очень симпатичный, причем с улицы это не было видно, и я так очень сомневалась, там зайти, не зайти, что, как, и тут вот такой-то такой-то один парень, англичанин, он говорит, «This is the best альберги in Spain». И, послушавшись его, я зашла туда, расселилась, заселилась, и оказалось, что этот парень, он вовсе даже не хозяин этого альберги, а он просто один из путешественников, который, ну, просто так ему было хорошо, он решил строить рекламу, вообще, потом они меня пригласили за стол, и мы очень здорово трепались с ними весь вечер. И альберги выглядят таким образом, не знаю, видно или нет, здесь двухэтажная кровать, примерно 5-6 кроватей в комнате, общий туш, есть где постираться, есть где повесить белье, ну, и, в принципе, нормально, я обычно спала на втором этаже, потому что, как бы, там и никого не было. И в этот вечер мы, да, вот еще один альберги, это гораздо большая комната, там порядка 30 кроватей, народа очень много. Сразу, наверное, хочу сказать, что альберги оказался не совсем мой вариант жилья, потому что остановившись там 5-6 дней, я поняла, что больше не могу. Но опыт был интересный, потому что оказалось, что вот с точки зрения общения, в альберге общения гораздо больше, чем в гостинице. То есть там происходит такая вот працива, да, люди очень открыты друг к другу, они с удовольствием рассказывают друг к другу какие-то свои, может быть, очень даже глубокие вещи, которые не рассказали кому-то другому. Вот, и, собственно, в первом альберге я познакомилась с такой очень теплой компанией людей, и для меня каминные это люди, это человек его зовут Нактония, это человек его зовут Розарио, и они из Италии. Это люди, которые очень быстро ходят. То есть на самом деле у них такая норма была, примерно 35-40 километров в день, они вставали рано, и они очень быстро шли. Они мне... А у вас? А? Сколько вы проходили? Ой, я проходила по-разному. Наверное, от 12 до 27. Примерно так. Ну, там, в зависимости от ситуации. Первый день я прошла, наверное, километров 14, было просто нереально, короче, нереально. Вот. Ну, и эти ребята, поскольку они мне очень понравились, мы очень долго действительно с ними разговаривали о жизни, вот это, знаете, такой разговор с попутчиками, бывает, разговор с попутчиками, то есть мы обсуждали вообще очень много таких важных жизненных вещей. Мне очень хотелось идти с ними. И так получилось, что вот их 30-40 километров в день, первый день мы с ними списывались, оказалось, что они меня обередили на 10 километров, а последующий день они меня обередили на 15 километров. И на самом деле для меня было, наверное, очень важным моментом, потому что я это не могу догнать, было такое, знаете, осознание философское. То, что у каждого свой путь и в чем-то похожий, потому что мы идем по одной дороге, мы идем вместе, а на самом деле чем-то отличающийся. И только я сама знаю, какой мой путь. И, откровенно говоря, вот эта мысль, вот это сегодня скучало слово осознанность. Оно такое очень большое, но это такая маленькая капелька моей осознанности, которая мне помогала там и которая меня на самом деле очень помогает сейчас. Мой путь и он чем-то отличается. Я не могу взять быстро или, там, китайскую лекцию, я могу что-то другое делать. И в этот самый момент, когда я не смогла догнать этих ребят, я подумала, что мой путь заключается в том, чтобы получать каждую минуту радость от того, что я вижу вокруг себя. и неважно, дойду ли я до Сантьяго, доеду ли на автобусе, но если я не буду получать это удовольствие каждый день, то нафига мне этот путь Сантьяго нужен. И, ну, вот это, наверное, такая первая вещь, мне кажется, что она совершенно, то есть она, конечно же, про путь Сантьяго, но она еще вообще про много чего. вот это еще одна компания, с которой я познакомилась. Это мама, это ее дочка из Канады, девочки, вот эта девушка из Германии, а вот эта девушка из Веникистана, из Дании. Все очень разные, но интересно, что на пути Сантьяго когда люди встречаются, то очень стандартный разговор. Разговор такой, о-а, привет. Я в испанский плохо знаю, но слово о-а, это речь. А дальше, вот и си-ней, что ты тебя зовут. Ну, и третий вопрос, where you from? Никого не интересует, какую должность ты занимаешь, где ты работаешь, что ты еще. Это очень важно, как тебя зовут и окунь. Ну, и поскольку, все-таки я не только рассказывала о том, что я вам предлагаю сделать то, что у вас здесь кривида, кривида, кривида. Ну, может быть, друг другу, он так вот меняетесь. Привет. Как тебя зовут? Давайте, три минуты. Очень быстро. Можете встать. Может быть, сзади вас сидят люди, которых вы не знаете, или вам хочется подойти к тем людям, которым вы не знаете. Спасибо. А, не забейте. Ничего. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 То есть пусть на самом деле вот эта мудрость того, что мы даже не очень до конца понимаем, она ведет нас куда-то, но тогда-то с процессом. В некоторых случаях, где-то же классно, там это вот так и есть, в реальной жизни тоже. Может быть, иногда не стоит переживать, потому что будет. И может быть, то, что будет не совсем определенно, оно даст нам право на ошибку, потому что можно ошибиться, но и в следующий раз я сделаю что-то по-другому. Потому что действительно зачем тащить рюкзак, вот этот момент, вопрос, он в какой-то момент возникает, и у меня он тоже возник, зачем в рюкзаке так много вещей. Сейчас мы с щитом оставим в одном месте, но дело в том, что там есть прекраснейший сервис, который готов взять рюкзак и отвезти туда, куда надо. Вместе с тобой. Ну, если нужно, вместе с вами, а если не нужно, то без вас. Меня останавливала в этом одна вещь. Для того, чтобы пользоваться этим сервисом, нужно было тщательно спланировать, где я буду ночевать. Меня это напрягало. То есть это вопрос о том, что я вообще в жизни не очень хороший планировщик, и для меня иметь некоторый такой зазор в планировании, он важен. Но в какой-то момент этот рюкзак, он настолько достал, я понимаю, что же я это тащу на себе. Ну, понятно, что в жизни тоже тащу на себе много. Может, все-таки уже дай кому-то возможность подащить это. И оказалось, что это очень просто. В гостинице, в альберте я оставляю рюкзаки, к ним привязывают такие маленькие бумажки, конверты, точнее. Собственно, этот конверт я и заполнила. Здесь надо написать, куда нужно доставить рюкзак, какого числа, вложить 5 евро и вуаля. Дальше, собственно говоря, можно идти без рюкзака. Вот у меня были палки, маленький рюкзачок, где лежала вода, ну и шляпок. И, собственно говоря, два-два и плюс. Вопрос решается очень просто. И, наверное, такой, опять-таки, вывод для меня, что если хочется от чего-то избавиться, и это не твоя цель, например, тащить рюкзак, то есть люди, которые помогут. Хотя, среди тех людей, которые идут по пути Сантьяго, есть такие люди, для которых цель протащить рюкзак до конца. И это, наверное, опять-таки, некоторые, ну, не знаю, что это веран, если что-ли, да? Ничто один камень. Крифакс. Я даже видела такой мастер-класс. Крифакс. То есть объятия, они очень сближают людей, и среди тех гримов это такая штука, которая очень греет людей. Вот еще двое ребят, с которыми я познакомилась, совершенно прекрасные ребят, с которыми мы обычно вот так не дня шли вместе по дороге, потому что они были такие же, как и я, они шли просто в течение. То есть они выходили позже и останавливались позже. Очень веселые ребята. Это мальчик Сават Илья, он из Франции. Это, как зовут, и он из Болгарии. Вот, собственно говоря, на пути все друг друга говорят «Ола, твой на камина». Это страшно приятно, потому что они тебя видят, тебя поддерживают, и ты идешь внести с ними. Вот еще одно семейство, совершенно прекрасные люди. Здесь я даже могу сказать, в должности работают эти люди. Это человек, один из главных юристов Сименсенов из Германии, которая поехала на своем мужем путешествовать. Бипозитив. Еще один такой посыл. Вот когда ты позитив, это очень классно. Я как встретилась на каминах с одной девушкой из Канады, хотя уроженка Кореи. И мы с ней разговаривали, она говорит «Во откуда?» Я говорю «Я из России». Странно, русские не улыбаются. Хотя на самом деле это не так, потому что русских было довольно много. Ну, я встретила всего четыре человека. Но а то, как нас воспринимают, ну так, обидно. Честно, мы не слышим, что здесь есть. А, ну, это просто некоторые виды. Коробы для меня были кармическими животными. Мне очень помогали. Вот еще один человек, который, я бы сказала, что это такой герой моего дня, хирург Майды. Эта женщина улыбчивая, она из Линляндии. Она очень большого размера. Ну, так, наверное, 60, примерно. И она идет в лакон по этому камина. Я когда ее увидела, я прям восхищаюсь. Я скажу, что это действительно очень тяжело. А она улыбается. Она говорит, да, вот моя цель, я хочу рассказать, что это очень классно. Я встретила еще одну женщину, которой было примерно 75. Которая путешествовала со своим сыном. И это вызывает вообще-таки очень большие восхищения. Глядя на них, кажется, что, ну там, твоя усталость, полная ее. А, love yourself. Вот. Когда ты принимаешь себя, то, в общем-то, все становится очень возможным, очень реальным. И еще я хочу рассказать о такой компании женщин, которые меня встретила. Они, на самом деле, меня очень порадовали. Три барышни из банки, которые путешествуют, они на тоже в бусах и с макияжем. И которые путешествуют не один год. Потому что их путь, который они должны достигнуть в Сантьяго, он разбит на несколько лет. Они каждый год проходят примерно 20 километров. Они не рвутся вперед. И у них есть такая мантра, что многометно всегда должно быть время на чашечку кофе полдовую. Вот они собираются, у них есть 5 дней в году. Они отправляются туда путешествовать, совершенно прекрасно проводят время друг с другом, устанавливаются в гостиницах, смотрят по сторонам. И мы зашли с ними вместе. Это такая мастерская художника, которая глубоко какой-то забытой деревня посреди Галиции. Он рисует картины. Картины, между прочим, не испанская. Не испанские, а виды Исландии. И он там живет и рисует эти картины. Очень гостеприимная, открытка общения. И еще такая штука, которую можно встретить на пути. Называется донатива. Она на самом деле переводится просто даром. Ты идешь по дороге, и вдруг там есть стол, на котором фрукты, пирожные, кофе, чай. То есть на самом деле можно всем угоститься за... Можешь оставить деньги, а можешь не оставить деньги. И вот в этом донативе был такой прекрасный парень, австралиец, который много лет назад пошел к Камино, решил, что Камино – это его будущее. Он здесь остался жить, и он кормит всех, проходящих мимо. И он замечательно болтает, смотрю на его горе. Он был очень открытый, такой радостный. У него, в его дворе, висит такая табличка. Many small people in small places making small things can change the world. И это к вопросу о маленьких шагах. Какая разница, как привлечены шаги? Если мы идем вперед, то мы такое делаем, не так, чтобы изменить мир класса. Это такое вот знаковое место, 100 километров до Сантьяго. Дело в том, что если ты начинаешь путь меньше, чем за 100 километров, ты не получаешь сертификат поломничества. Поэтому, начиная со 100 километров, народу прибавляется очень много. И начинается, знаете, такое ворчание, как в жизни. И старички, и новички. А раньше, мы были лучше. Последних 100 километров, телегрит-то уже не тот. Вот они все такие, значит, активные. И то, что мы, как старички, это ужасное интересное наблюдение за собой. Как начинаешь ворчать, хотя, в общем-то, люди приехали идти по пути. А вот то же самое, что в жизни. Там приходят новые сотрудники логики. Не те, которые не то, что всталые сомнениями. Пришли какие-то, много чего хотят, а на самом деле ничего не умеют. Поэтому на последней части пути, с кем-то знакомишься, с кем-то не очень, и я встретила их чудеснейшую пару. Равная дарегата из Канады, которая путешествует со своей маленькой дочкой, ей 7 месяцев. Ее зовут Оливия. Вот они поехали для того, чтобы просто провести время друг с другом, потому что во время работы парень работает с утра до ночи, девчонка сидит дома, они почти не видятся. А тут есть возможность просто провести время вместе. Совершенно классная такая парень. Это, я считаю, пожалуй, что такая последняя ночевка. Я остановилась в альберге, и когда я туда пришла, то вдруг оказалось, что накрыт огромный стол, сидят куча людей, и хозяйка, которая несловно говорит по-английски, всех кормит. Среди присутствующих здесь людей, вот эти, плохо видно, эти ребята на британские острова, мне кажется, в Маврикии, женщина, которая, вот эта женщина, она из очень самых главных менеджеров какого-то крутого отеля, девушка из Маврикии, самое крайнее имя, которое совершенно невозможно повторить, поэтому, когда она говорила свое имя, там все из них угрожали, или Маврикии, и все это имя. И еще девушка из Канады, и эта девушка из... женщина из Франции. Вот, ну а это, собственно говоря, Сантьякова. Я туда дошла, и когда я туда пришла, то было очень странное ощущение. Это все? Чего дальше-то? Я привыкла идти, да. Чего дальше? Как-то дальше идти. На площади люди боротаются, это вообще совершенно потрясающее такое ощущение братства и достижения. Я получила вот такую официальную бумагу, что я вели грим. Здесь написано Мариам Работного, потому что креческий, нет, латинский, латинское имя Мариам, почему-то Мариам. И далее, так, я лежала на площади, и думала, неужели это все? И я стала понимать тех людей, которые доходили до Сантьяка, и дальше шли еще с этой планеткой. Там есть возможность пройти еще дальше, когда нет цели. Ну, такая нотка грусти. И мне кажется, что это имеет отношение к тому, что когда достигаешь какую-то цель, то на самом деле это начало чего-то другого. Не всегда понятно, какая она, вращается вот сюда. Ведь не так просто иногда понять, цель достиг, нужно какое-то время для того, чтобы подумать, куда двигаться дальше. Ну, вот мне дали еще одну бумагу, где написано, что я прошла 272 километра. Мы с женщиной из Франции достаточно чудесно провели вечер, и я ей подарила свои вузы. И поскольку путь не оставляет, то я села на автобус в старик-палдобре земли. Это называется город Министерро. Любая, Фениго. Там есть нулевой километр, на который, опять-таки, я отошла. И вот, собственно говоря, это мой паспорт паломника, и очень много разных печатей. Это где-то в Португурге? Это Испания. Все Испания, да. Вы видите, что печати здесь разные. Я все думаю, что за идет такая практика. Тебе дают паспорт, это нужно где-то эти штампы ставить, не забывать. А потом я подумала, это же классная такая штука. Если на самом деле в нашей жизни мы будем ставить пару штампов в день, эти штампы будут нам о чем-то символизировать, о том каких-то радостных событиях, или о том, что оставить все это на нашей душе. Это же прекрасно. Хотя бы два штампа, и спустя 10-30 дней в жизни оказывается очень большая и наполненная смыслом. Ну и вот эти штампы, они ведь связаны с какими-то событиями. Вот несколько фотографий. И это, собственно, на океане. Уже там очень красивый океан. Я приготовила для вас визитки, наверное, их уже расстали, да? Да. Ну, вот, собственно, на них написано вот, что у каждого свой путь. Я тут очень много говорила. В чем-то похожее, в чем-то нет на путь других людей. И если вам близко, я буду очень рада, если вы об этом будете стоять, какие-то ситуации выбора. Потому что именно в ситуации выбора это достаточно актуально. Делая шаг вперед, ты приближаешься к цели, какая разница, как бы размер шага, что спереди. И неважно, как далеко вы шагаете. Если вы что-то делаете в сторону там, задних интересов или выполнение проекта на работе. Классно, хвалите себя за это. Ошибаться можно и нужно, иначе как понять, куда ли ты идешь. Вот, делая маленький шаг, на самом деле, мы можем ошибиться. Ну что, мы же делали шаг. И эта ошибка это один из элементов такого ансерднити, того, что не очень понятно. Зачем в пути точить ненужный груз, если это не твоя цель, попроси помощи, и тебе с удовольствием помогут. Но, в вашем понимании, моя цель, моя цель, все это разъемно. Достижение цели иногда упстошает. Достижение цели это начало нового пути. Ну правда, любое такое. Ну и для меня, это лично для меня нет ничего лучше разговора человеческого общения, мыла, мына, камина, счастливого пути, сказать легко, насколько в этом поддержки и тепла. И, еще, чтобы выть, если вы будь каждый день, как минимум дважды, и каждая печать это ваш шаг в победу, достижение радости или важные события. Да, печать, это действительно ваше. Ну и еще один такой момент, это по поводу может быть результат голосования или что-то другого. All the things what belongs to your life will be waiting for you in the right place, right moment, when you are waiting. Так, но если что-то не сложилось, ну может быть, не время и не место, а если что-то сложилось, то может быть, время и не место. поэтому на самом деле я очень желаю вам и позитив. Я буду очень рада, если кто-то решится пройти в ботканина, может посмотреть, сколько там у меня есть независимых. Дорогие друзья, к сожалению, наша встреча подходит к концу. Я хочу сказать вам слова большой благодарности за ваше участие, за ваше неравнодушие, за ваши эмоции. Спасибо вам огромное, что вы поддерживаете наше исследование в области драйва. И, конечно же, не прощаюсь с вами, прошу вас запланировать нашу новую встречу 4 декабря. Помните, у нас традиция. Мы с вами встречаемся первый понедельник каждого четного месяца. Итак, 4 декабря. Ждем вас. Удачи и всего хорошего.